Субтитры создавал DimaTorzok Я сегодня так волновалась. Видно было? Ты сегодня прекрасно играл. Да? Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Привет. Извини, что я задержалась. Спасибо. Я репетировала. А я уже привык. Просто скоро конкурс. И ты будешь победительницей. Вер, ты чего? А? Я беременна. Субтитры создавал DimaTorzok Вера, подожди! Вера! Вер, я… Да подожди, подожди. Я просто… Я сразу не понял. Да я самый счастливый человек на свете! Вера! Ты будешь великой пианисткой! А ты – великий изобретатель! Иди сюда! И раз, и два, и три. Ну вот. Молодец, Катюш. Видно, что ты много занимаешься. Я еще больше могу. Нет, все, не надо, а то переиграешь. Здравствуйте, Вера Борисовна. Здравствуйте. Ну как, дочка моя старается? Да, она умница, вы знаете? Ай! Я даже хочу, чтобы Катя представляла нашу школу на областном конкурсе. А она справится? Я справлюсь! Вера Борисовна! Я не сомневаюсь. Может быть, только надо будет немного дополнительно позаниматься, а так? Я все понимаю, но… Понимаете, у нас на это нет денег. Я Катю одна воспитываю, мы живем от зарплаты до зарплаты. Вы меня неправильно поняли. Не нужно никаких денег. Не нужно? Нет, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Ну, пошли, звезда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ира! Ну как? Супер. Сексуально. Ты неотразима. Свидание. Да. Вечером. Ну, удачи тебе. Спасибо. А ты? Я слышала твой разговор. Не занимайся благотворительностью и будешь покупать такие блузки, как у меня. И не надо будет шить, как Золушки. Ну, шить я люблю. О деньгах я не беспокоюсь, у меня есть муж. Ну да. У тебя есть муж. Мусин! Бухаров! Чего замерли? Профсоюз простой и не оплачивает. Степан Федорович. Редуктор полетел опять. Седьмой раз уже. Ромочка. Подойди к телефончику. Сними трубочку. Вызови слесарей. Починят. И в восьмой раз. И в десятый. Ага, как же. Дозвонишься до этих слесарей. Дед Морозу проще дозвониться. Не надо никому звонить. Все нормально уже. Так. Кулибин. А ну-ка идем со мной. Шустрей, шустрей. А ну включи. Ну что ты все время лезешь, а? Тебя просили гайки крутить? Линию нужно было исправить. Для этого есть дежурный слесарь. Мне проще сделать самому. Вы меня извините, конечно, чем хоть что-то объяснить вашему слесарю. Если было возможно на пару дней остановить линию, я бы сделал так, чтобы она больше вообще не ломалась. Там есть один бракованный узел. Так пять двадцать пять. Ну как с тобой разговаривать, а? Ну ты пойми, у каждого своя ответственность и мне чужая не нужна. Ты кто у нас? Инженер-технолог. Вот и следи, чтобы молоко не скислое, сыр не протух. А механизмы не лезь. Первый концерт Чайковского. Да. Держите себя в форме? Конечно. Право учить нужно доказывать ежедневно. Похвально. Только вот... Как мне на этом учить детей? Вызову настройщик. А он вам скажет, что нужен новый инструмент. Ну а где его взять? Ну пойду домой, посмотрю под подушкой. Аркадий Семенович, вы же директор школы. Ну нету, у меня денег в школе нету. Хватит об этом. Да где же они? Кто? Да это сюрприз. К нам приезжает известная пианистка. Хм. Департамент культуры выделил 4 билета на нашу школу. В футляре для очков. Спасибо. Не за что. Лена Макова. Я ее знаю. Я ее знаю. Ее весь мир знает. Спасибо. Жан, привет. Юрий Николаевич, у себя? Привет. Да, у себя. Что такое? Может скорую вызвать? Да нет, не надо. Не в первый раз. Обойдемся корвалолом. Держите. Да. Можно? Заходи. Где был-то? Возил Светлану Викторовну. В ювелирный. Садись. Я Зубова дожал. Подобрал у него все. Видел я Зубова. А ну это че, как оно? Жить будет. Слабак. Я бы на его месте вцепился бы в горло. И убил бы. Вы у нас один такой. Уникальный. Звучит как тост. Выбьешь? Нет. И вам не советую. А че так? А вечером концерт. Классическая музыка, известная пианистка Елена Макова. Будет все руководство города. Они че, до сих пор не поняли? Кто в городе хозяин? Да поняли они. Только делают вид, что не поняли. Привет. Привет. А что случилось? Да просто ничего никому не надо. Да и я уже сам ничего не хочу. Ясно. Проблемы на работе. Смотри. У меня есть два билета. Значит так. Ты сейчас одеваешь свой лучший костюм. Свадебный что? Ну конечно, у тебя другого нет. Я платье которое сшила. И... Привет, малыш. Пап, я починил робота. Ну молодец. Ну-ка дай. Но он не ходит. Кирюш, ты все равно молодец. И остались лишние детали. Да ничего-ничего, разберемся. Так что с концертом? Вера. Я бы с удовольствием пошел, но я боюсь там захрапеть. Понятно. Значит не идем. Ну где более надо робота спасать. Мам, робот живой. Вот видишь. Что вам приготовить на ужин? Да нет, нам ничего готовить не надо. Ты идешь до конца. Нет, я без тебя никуда не иду. Вера, а как же твое платье? Его никто не видел. Ну ты же видел. Да пускай все видят, а я пока здесь ишицу приготовлю. Омлет. Омлет сложнее, сынок. Но папа справится. Правда? Иди. Смотри. Ничего только приперлась. Все равно ведь в музыке ничего не понимает. Это точно. Лишь бы себя показать. Все остальные такие же. Согласен. А правда, самая красивая здесь я. Незавненно, ты здесь больше всех блестишь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Ну что ж, Наталья Владимировна, если коротко, то появилась устойчивая тенденция. Это хорошо? Ну, разумеется. Есть определенные позитивные сдвиги. Меня не устраивает динамика. Ну, а что же делать, доктор? Я уже теряю надежду услышать голос сына. Прежде всего, не надо отчаиваться. Давайте вместе искать, так сказать, мотор, катализатор, толчок. Ну, а где его искать? Мы уже все перепробовали. И спорт, и вот рисование. Миш, он как будто в какой-то скорлупе. Я просто не понимаю, как ее расколоть. Извините. Извините, я перезвоню. Скажите, а как давно он не подходил к инструменту? Два года. Ну, раньше еще любил. Ну, да, он очень способный мальчик. Я не знаю, может, он и сейчас играет, когда меня нет. Давайте проверим. Заранее прошу меня извинить. Матушка заставляла меня ходить в музыкальную школу, но ее терпение кончилось раньше, чем я чему-нибудь научился. Заранее прошу меня. Ну, вот мой толчок. А ты чего так разошелся? Пианистка понравилась? Очень. Спасибо. Спасибо. Вера, да ты как здесь? Придержи в гости, расскажи. Жду тебя у служебного входа. Хорошо. Спасибо. Попробуй. Нет, спасибо. Я сама. Зама залила. Спасибо, хватит. Моё изобретение. Давайте рюмки. Ну, у вас тут просто рай земной. Ну, да. Малыш. А это кто? Сыночек, а почему ты не спешил? Тебя как зовут? Кирилл. Кирилл? А я Елена. Мы с твоей мамой вместе учились в Москве. Да. А ты музыке учишься? Нет. Ему медведь на ухо наступил. Как и по пиву. Зато руки у нас золотые, да? Да, все игрушки разобрали. И обратно собрали. Ну, за исключением некоторых деталей. Молодец. Зато и задачки хорошо решают. Это да. Вот спросите у меня что-нибудь. По математике. Прости, пожалуйста, но я уже все забыла. Так. Математик ты мой, великий. Пошли-ка спать. Пускай девушки посекретничают. Как же вас занесло в Каменск? Андрюшина мама здесь жила. Перед смертью она долго болела. И мы переехали ухаживать. Потом Кирюша родился. Да. Андрей на комбинат устроился. Ну, а я музыкальную школу учительницей. Не скучно? Нет, что? У меня такие ученики. Ну, а ты как? Не спрашивай. Сплошные переезды, гастроли. Давай тортик. Нет, 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 нет. Давай чайку. Пора. Пора и чай знать. Мне завтра ехать дальше. Надо отдохнуть. Подожди, я тебе... Я тебе вот что. Ой, возьми парочку. Я сама солен. Пожалуйста. И так чемодан полный. Ну ладно, Андрюша сейчас тебя проводит. Нет, нет, нет. Спасибо. Спасибо. Ты знаешь, а ты ведь в консерваторе лучше была. Я тебе даже завидовала. Пока. 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 Юр, пойдем в постельку. Слушай, отстань. Я устал от твоего концерта. Ну, котик. Порадуй свою кошечку. Пошла вон. Надоела. Ты другую нашел, да? Отвечай мне, ты другую нашел. Ты русский язык понимаешь? Пошла отсюда. И чтоб духу твоего здесь больше не было. Ты еще пожалеешь. Ты еще на коленях ко мне приползешь. Пошла вон. Вон я сказал. Олег. Ты у меня на коленях ко мне прием. Ты тут делаешь ты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Олег, значит так, завтра берешь Светкины вещи и отводишь ей на квартиру обратно. Я тебе деньги не за вопросы плачу! Да, вот еще что. Там сегодня на концерте была женщина. Ты тоже ее заметил? Но она не для тебя. В общем, я хочу, чтобы ты узнал про нее все. Понял, все сделаю. Анна Ивановна совсем ничего не ест. А я такую вкусную кашу сварила. Выезжайте, а я разберусь. Спасибо. Мама? Олежек, наконец-то тебя дождалась. Почему так поздно? Работал. Ох уж эта работа. Работаешь, работаешь. Зато хорошо зарабатываю. А это же все из-за меня. Мам, ты же знаешь, деньги дают независимость. Олег, мне же парализовало тело, а не мозги. Ну какая независимость, а? Ты же не просто работаешь на этого проклятого Юрия. Ты же ему служишь. Мам, покушай кашки, а? Очень вкусная. Обещай мне, что когда я умру, ты опять пойдешь работать юристом и встретишь хорошую девушку. Мама, даю слово, а теперь поешь кашки. Ну, опа. Мы даже чайку что-то не попили. Вер? Почему? Что, почему? Почему мы здесь? А где мы должны быть? В Москве. Вера, ну, опять ты начинаешь. Ну, о чем тебе Каменск не нравится, а? Помнишь, как мы планировали и мечтали? Ну, зачем ты сейчас об этом говоришь? Потому что я никогда не хотела быть учитель музыки. Я хотела гастролировать, давать концерты. Я была лучше в консерватории, чего я добилась. Ну, понятно. Это все из-за твоей подруги, да? Да ну, при чем тут Лена? Ты же сам говорил, что здесь киснешь. Я? Что здесь никому ничего давно уже не надо. И никто ничего не хочет. Вер, ну… Да ты, да ты подумай. Ведь у тебя же… У тебя… Более тридцати патентов… Ну, слушай, а что мы в Москве делать будем? Я не знаю. Послушай, у нас квартира здесь, работа, а там… С твоими мозгами ты всего добьешься. Если бы. А я уверена. Хорошо, я подумаю. Соколова Вера Борисовна. Работает преподавателем в музыкальной школе. Сын – Кирилл, 9 лет. Муж – Соколов Андрей Евгеньевич. Работает инженером-технологом на вашем комбинате. Если на моем комбинате, то зарплата небольшая. Значит, живут скромно. Легкая добыча. Юрий Николаевич, на мой взгляд, она не производит впечатление легкой добычи. Олежек, вот твое мнение мне совершенно не интересует. Поехали. На областной конкурс от нашей школы едут по классу струнных скрипка Ольга Петрова. АПЛОДИСМЕНТЫ Виолончель Вадим Соколовский. АПЛОДИСМЕНТЫ По классу духовых Глеб Шерстовитов. АПЛОДИСМЕНТЫ По классу фортепиано Катя Литвиненко. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за внимание. Вера Борисовна? Да. Можно поговорить. АПЛОДИСМЕНТЫ Катя на конкурс не поедет. Как не поедет? Почему? Ну, все подорожало. Автобус, гостиница, пропитание. Ну, мать Катя отказалась доплатить три тысячи рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Как же сказать об этом ребенку-то? Я не еду. Катя! Катюш! Катя! Вот ты где? Ну, тихо, ну… Т-ш-ш-ш. Ну, не плачь, ну… Пожалуйста, все будет хорошо, малыш. Моя мама до четырех тысячи найти не может. Твоя мама? Самая лучшая мама на свете, да? Она обязательно что-нибудь придумает. Она же все делает для тебя. Ничего она не придумает. Она только экономить умеет. Ты обязательно поедешь на конкурс? Слышишь? Правда? Обещаю. Правда? Ну, конечно. Только пообещай мне одну вещь. Какую? Что ты победишь. Обещаю. И никогда, никогда не думай про маму плохо. Хорошо? Не буду. Ну вот умница. Ну все, все. Чего пришел, Соколов? Вот это нужно показать Багрову. О как. Самому Юрию Николаевичу. Это мои предложения по поводу оптимизации производства. Ну, твои предложения ты показывай. Понимаете, я просто инженер-технолог. Меня даже в приемную не пустят. Ну, а вы начальник отдела материально-технического обеспечения. Она-то фигура. Для чего мне с этим связываться? До пенсии три года осталось. Оптимизация производства влечет за собой экономию. А за экономию полагается премия. Вот чего только не сделаешь ради родного завода. Премию пополам. Само собой. Интересно. Я покажу это Багрову. Очень хорошо. Да нет, нехорошо. Нервничаю, сбиваюсь. Проблемы? Ну, как у всех. Может быть, я смогу чему-нибудь помочь? Спасибо. А вы чей папа? Какого ученика? Я... Я Юрий Багров. Багров? Тот самый? Тот самый. Молочный комбинант? Молочный комбинант. А. Кстати, там подарок еще. Смотри. Да. А это что? Это приглашение в ресторан. Самое лучшее в этом городе. Вы со всеми так, да? А вы, наверное, до конца поняли, кто я такой, да? Да нет. Я все прекрасно поняла. Уходите. И это заберите. Слушай, ты че ломайся? Че ты ломайся, скажи мне? Все будет хорошо. А что происходит? ТВАРЬ. 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 И че? Сама приползят. Внагах валяться будет. ТВАРЬ. 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 поехать, а не на что. Да, я бы тебе помогла. Ну, ты же знаешь мою ситуацию. Рубля лишнего нет. Да я понимаю. Как Миша? Лучше? Так же. Жаль. А психолог что? Ну, а что психолог? Психолог говорит, надо музыкой заниматься. А я же в школу его не отдам. А на дому дорого очень, денег нет. А ты попробуй обратиться к Вере Борисовне. Ну, Катя моя, у нее музыкой занимается. Думаешь? Попробуй. Хорошо. Ты, Эрка, везучая. У тебя и муж хороший, и Багров к тебе с цветами ходит. Не напоминай. А у меня, видишь, не клеится. Все потому, что парня в свое время не дождалась из армии. А что случилось? Да, думала, что у нас не серьезно. Поспешила, выскочила замуж, а потом здравствуй, развод. С тех пор, кого не встречу, все не мое, как сглазили. А парень тут меня любил. Здесь мы с ним гуляли. Здесь целовались. Ты иди, наверное, Вер. Я здесь посижу. Все будет хорошо, Вер. Пока. Вот, Юрий Николаевич, ознакомьтесь. Здесь очень интересное предложение. Где взял? Соколов Андрей Евгеньевич разработал. Инженер нашего комбината. Под моим руководством, разумеется. Ну, раз под твоим руководством. Давай поглядим, что он тут разработал. Ты что, с ума сошел, что ли? Не понимаю. Ты знаешь, сколько это стоит? Разорить меня, что ли, хочешь? Нет. Шел вон сюда. Шел вон, я сказал! Соколов, значит. Андрюш, я дома. Андрюш, ты... Ты что? Я уже устал биться головой в стену. Никому ничего не надо. Даже хозяин. Представляешь? К нему ходил. Шилов к нему ходил. Пришел, чернеет, то чуть-чуть не уволили. Но вот в Москве к тебе бы отнеслись по-другому. В Москве, в Москве. И Кириллу нужна. Серьезная школа математическая. Вер, ты можешь ты правду в Москву ровнись? Ну, конечно. Заявление принесла. Я увольняюсь. Что случилось? Мы уезжаем в Москву. Как в Москву? А что вы там будете делать? Я позвонила своему педагогу из академии. Он поможет мне устроиться на работу. Ну, а как же ваши ученики? Что будет с конкурсом? У меня есть еще две недели. Я все организую. Да какие там две недели? Я думал, вы меня смените. Ну, мне за 60. Сколько мне еще быть директором? Кому передать дело всей своей жизни? А ты сбегаешь. Я не сбегаю. Просто я хочу добиться. Ну, попробовать. По-настоящему. Не пущу. Вы не имеете права. К сожалению, не имею. Ты права. Ну, пока молодая, надо пытаться что-то делать. Но знай, я всегда приму тебя обратно. Спасибо. Что? Да, Соколова увольняется с работы. Оба. Уже подали заявление. По моим средним, собираются переехать в Москву. Почему? Не знаю. Большой город, большие возможности. Мне этого не будет. Она ответит за то, что сделала. Вера Борисовна? Да. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Владимировна. Мне вас порекомендовала Галь Литвиненко. А, да. Мама, Катя. Очень приятно. Вы знаете, я ищу учителя музыки для сына. А. К сожалению, вы знаете, я никак не смогу вам помочь. Я уезжаю. Да? Угу. Жаль. Очень жаль. Вы знаете что? Обратитесь к Ирине Александровне. Угу. Прямо по коридору первая дверь на лево. Да? Скажите, что от меня. Спасибо. Пожалуйста, Ирина Александровна. Удачи. До свидания. До свидания. Разрешите? Проходи, проходи, дорогой. Проходи. Присаживайся. Ну что, посмотрел на твои предложения. Неожиданно, смело, одним словом, замечательно. Так, ведь Шилов был у вас и... Да старый дурак твой Шилов. Все он перепутал. Я нуждаюсь в модернизации производства. Ну, ты знаешь, какое нас оборудование? Сам сто раз чинил. О, тебе и карты в руки. Сам придумал. Сам внедряй. Ага. Я же понимаю, ты с этого должен что-то поиметь. Как тебе должность начальника отдела материально-технического обеспечения? Так, это же должность Шилова. Правильно. Дорогу молодым. Давай, Орел, расправляй крылья. Теперь это твоя должность. Это очень неожиданное предложение. Я могу подумать? Конечно, можешь. Подумай. Но недолго. Ага. Можно? Да. Ирина Александровна? Да. Она самая. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Борисовна сказала, что я могу к вам обратиться. По какому поводу? Мне нужен учитель музыки для сына. Хорошо. Приводите мальчика, посмотрим, послушаем. Понимаете, дело в том, что он практически не выходит из дома. И мне нужны частные уроки. Вы же понимаете, на дому немного дороже. А, кстати, что с ним? Почему он не выходит? Психологическая травма. И музыка – это часть лечения. Ну, в таком случае от педагога могут потребоваться дополнительные усилия. Вы же понимаете, это не так просто. Да, конечно. Я понимаю. Скажите, сколько? М-м-м, 700 рублей. Я думала, 300. Ну, это мало. Да, конечно. Знаете, вот вам моя визитка. Мой номер телефона. Если вдруг передумайте, я буду вам очень-очень благодарна. Хорошо. Наталья Владимировна, договорились. До свидания. Всего доброго. Ой, 300 рублей. Андрюш, Лена ответила. Она обещала нам помыть жильем. И вообще сказала, что с этим проблем не будет. А еще я нашла список вакансий. Есть из чего выбрать. Что ты сказала? Ты меня вообще слушаешь? Я, конечно, слушаю. Конечно. Я распечатаю тебе список вакансий на работу. Инженера-технолога. Я посмотрю. Андрей Евгеньевич! Дай пять! Поздравляю! С чем? Ну, как же. Ты ж теперь вместо Шилова. С чего ты это взял? Ой, да ладно. Весь комбинат уже знает. Наконец-то тебя оценили по достоинству. Андрюха! Ну, поздравляю. Молодец. Заговорились. Ты о чем? Да он скрывает. Не признается, что его повысили. Ну, понятно. Поляну зажать хочет. А, точно. Да ничего не хочу зажать. Просто... Да что просто, а? Ну, помнишь, как мы здесь хотели все изменить? Теперь-то разгуляемся. Слава богу, этого старого Филина уволили. А тебе на его место. Да, это правильно. Молодец, Андрюха. Ты куда, Андрюх? В отдел кадров. Заявление заберу. Какое заявление? Да. Ты. Что это? Деньги. Катя должна поехать на конкурс. А откуда? Я пианино продала. Ты хорошо подумала? Как ты без инструмента? Ну, не везти же мне эту тяжесть в Москву. Да и деньги тебе понадобятся в Москве. А мечты должны исполняться. Я это знаю. Так, сепаратор под замену. Это точно. Промолочный насос не забудь. Ага. Бактерифуга новая. Раскатал губу-то, а? А диспергатор тебе новый не нужен? Нужен. Нужен? Подожди. И заквасочник тогда нужен. Андрей! Андрей, ну сам подумай. Что нам делать с диспергатором без заквасочника? Ну, успокойтесь, а. Сейчас полкомбината под замену пустите. Чего смотрите? Прощаюсь я. Это ведь я здесь все ставил. А вы только подсиживать умеете. Степан Федорович, я этого не делал. Старого пса со двора, да? Думаешь, я здесь ничего менять не хотел? А, Багров запрещал. И тебе не позволит. Соколов? Здорово. Здрасте. Здрасте. Как у нас дела? Отлично. О, вяжу целый список уже. Молодца. Давай, закончишь. Приноси ко мне, завизирую. Да, и вот еще. Здесь мой личный номер. Звони в любое время, по любым вопросам. Всегда помогу. Давай, удачи. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Аппарат абонент выключен. Или находит... О, Вера, а ты кому звонишь? Я тебе звоню. У меня телефон разрядился. Ты где был-то? В ресторане. Понятно. Ясно. Прощались. Отмечали новую должность. Чего? Тихо, тихо, тихо. Давай, мою. Вера, я теперь начальник отдела материально-технического обеспечения. А в Москву? Ну, что в Москву? Ну, что в Москву? В Москву. Ну, что в Каменске, между прочим, люди, знаешь, как живут? Ты ей пианино продала? Ну, хорошо очень. У меня это пианино, я свободно. Вера, там... Вера, там... Пап, мы завтра в кино пойдем? Может быть. Мам. Может быть. А вы сколько будете друг с другом не разговаривать? Кирилл! Что? Сынок, за собой, смотри, пожалуйста. Мне нарочно. Чего ты нарочно? Не кричи на ребенка. Слушай, задержаться нельзя. Что у вас случилось опять? Опять линия встала. Ремонтника вызвали? Ну, вызвали, но... Пьяные, что ли? Сейчас сам все увидишь. Ключ на двадцать два возьми. Нужно поправить натяжной барабан. Это кто там такой умный, а? Здрасте. Можете на секундочку? Ты, Шилов, теперь у нас ремонтник. Видимо, других вакансий не было. А что, в городе больше некуда пойти? Охранникам устроиться там. Шилов взял беспроцентную суду для сотрудников. И еще не расплатился. Он помогает дочке и внуку. А я в случае его увольнения, сам понимаешь. Жаль его, но я... Я не знал, что так получится. А ты-то здесь при чем? Это решение Багрова. Слушай, а что это за суда, про которую я не знаю? Она выдается только приближенным сотрудникам Багрова. Угу. Ну, ты давай иди, контролируй. Хорошо. Ироничек, привет. Представляешь, а у меня ученик не пришел, заболел. Ой, я как дура одна сижу. Я не понимаю, неужели нельзя с вечера предупредить, да, Вер? А что случилось? Все в порядке. А, ну да, я вижу. Ну-ка, давай, рассказывай. Андрей отказался ехать в Москву. Да ты что? А я так надеялась, так мечтала. Ай, ладно, Верунчик. Не переживай. Может, она и к лучшему, кто знает. К тебе что, Наталья Владимировна приходила? Ага, приходила. И что? Да ничего, Вер. Ну, там несерьезно, копейки. Ира, не все в этой жизни решают деньги. Если хочешь, сама с ним занимайся. Ты ведь все равно уже никуда не уезжаешь. Рад, что вы к нам обратились, Андрей Евгеньевич. Надеюсь, вы меня тоже обрадуете. У вас особый режим. Максимального финансового благоприятствования. Юрий Николаевич распорядился. Скажите, а вот суда, правда, беспроцентная? Конечно. Комбинат заинтересован в квалифицированных работниках. А условия договора? Как в банке. Так вот, сами убедитесь. Ваш вопрос на контроль Юрия Николаевича. Он не привык выгадывать на мелочах. Так что не волнуйтесь. Подписывайте. И вперед за мечтой. Проходите. Познакомьтесь. Это мой сын Миша. Миша, это Вера Борисовна. Надо быть с тобой музыкой заниматься. Здравствуй, Миша. 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 Теперь давай ты. Нет, не так. Смотри. Четвертый пальчик и первый. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зачем мы сюда приехали? Это теперь наш. Пожалуйста. Ну? Все уже есть. Мебель. Можешь прям заезжать. Нравится? Я поднимусь? Да, Каиш, беги. Смотри. Откуда такая роскошь? Мое нынешнее положение позволяет. Ну да, хорошо. Просторно. Это еще не все. Закрой глаза. Закрой. Пойдем. Пойдем. Так, стоп. Что здесь? Можно? Нет. Открывай. Нравится? Мужики. Аперитивнемся? Ты за углями следишь? За углями? Да. Конечно. Ой. О, молодец. Понавели детей. Сейчас их в дом разнесут. Пусть бегают. Это же дети. Вот именно. Денис, ты мне эту дырку просоришь. Правда? Заметно, что ли? Угу. Она замужем? В поиске. Предложи достойную кандидатуру. Кого? Себя. Здрасте. Добрый день. Юрий Николаевич. Здрасте. Не прогоните? Да нет, что вы. Проходите. Слышал, ты дом купил? Да. И спасибо вам большое за это. Не доста. Для хороших специалистов. Мне ничего не жалко. Вы раздевайтесь. Проходите. Сейчас я до мангала сбегаю и вернусь. Сейчас. Извините. Давай. Здесь жди. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, как вам дом? Хороший. Приятно быть обеспеченной. Я ж ты должна чувствовать себя обязанной? Анна, если это так, тогда этот дом нам не нужен. Я скажу Андрею, он расторгнет сделку. Вер, вы не горячитесь. Мне достаточно одного вашего слова. И какого? Спасибо. Извините, Юрий Николаевич, я плохо о вас подумала. Ничего. Давайте договоримся на будущее. Для вас просто Юрий. Спасибо, Юрий. Не за что. Юрий Николаевич, сейчас шашлык, сейчас будет готов. Вот, может, пока апертивчик. Жахнем. Не хочу против вам праздник. Как говорится, без начальства веселее. Хорошо вам погулять. Ну, давайте хотя бы я вас провожу. А, да нет, спасибо. Гости обидятся. Всего доброго. До свидания. Чертова баба. Чего ты со мной делаешь? Чувствуешь, поехали? А, вам помочь? Да. А, я заблудилась. Мне нужно к Соколову Андрею Евгеньевичу. А зачем? Я его новая секретарша. Ничего себе. А где прежняя? Уволилась, видимо. Я только знаю, что очень многие хотели на это место. Прошли жесткий отбор? Победил сильнейший. Который, к слову, очень опаздывает. Не волнуйтесь. Перед Андреем Евгеньевичем я вас прикрою. Спасибо. Пойдемте. Да. Да, скажите, а какой он Андрей Евгеньевич? Очень строгий. Но справедливый. Характер нордический. И не женат. Женат. Эх, это жаль, если он такой, кто говорит. Я тебе говорю, три процента. Да больше не надо. О, Андрей Евгеньевич, рассудите нас. Подождите. Так это... Ну, я не удержался, разыграл вас. Ну, что хотели спросить? Теперь только одно. А кто сие дивное создание? Наша новая сотрудница. А, Денис. Марина. Не женат. Где же был Андрей Евгеньевич, когда я себе жену выбирал? Так все. Прекратили этот балаган. Быстро пошли работать. Есть наш генерал. Вначале. За мной. Левый. Левый. Раз, два, три. Левый. Ну что, по-моему, на Василию вчера удалось, нет? Не то слово. Кстати, а зачем вчера Пагрова приходила? Понятия не имеет. О, она понятия не имеет. Ну, не домик же приходила, наверное, смотреть, а? Мне все равно. У меня есть семья. Дом. Музыка. Так. И я счастлива. А у меня... Ничего. А это означает только одно. Что у тебя все еще впереди. Вот вчера. Денис так на тебя смотрел. Ой. Это Денис. Зря ты так. Что он хороший. Да? Да. Тебе надо к нему приглядеться. Ну, не знаю. Ну, давай попробуем. Только я не хочу, чтобы он думал, что я навязываюсь. Так, что случилось? Да вот папку доставала с верхней полки. Упала неудачно. Ну-ка. Вставайте. Осторожнее. Вставайте, вставайте. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну что, надо в больницу ехать? Вдруг перелом? Да нет. Я танцами занималась в травмах, разбираюсь. О, это растяжение. Понятно. Андрей Евгеньевич, можно мне уйти? А то, пока я домой до хрома, я уже стемнеет совсем. Конечно, идите. Да. Спасибо. Ой. Так, давайте-ка я вас до дома довезу. Все равно уже конец рабочего дня. Вставай. Да. Спасибо вам. Давайте. Давайте. Да. Аркадий Семенович, вы же не пьете. Неправильно формулируешь, не пил. Налить? Нет. Зачем тогда пришла? Хочу забрать заявление. Не забирай. Почему? Раньше уйдешь, раньше найдешь другую работу. Я был сегодня на приеме в мэрии. После Нового года нас закрывают. Как закрывают? Ну, так. Нашу школу соединяют с областной. В целях оптимизации бюджетных расходов. А как же ученики? Предлагают им ездить в областной центр на автобусе. Так дешевле. Я хочу забрать заявление. На. Вы не должны соглашаться. Что ты предлагаешь? Я еще не знаю. Но мы вместе обязательно что-нибудь придумаем. Придумаем. Что ты думаешь? Тихо, тихо, тихо. Лука. Ой. Спасибо. Спасибо. Ир, а знаешь, чем отличается сквашивание от заквашивания? А? Нет? Вот. А все думают, что йогурт – это просто. Так вот, сквашивание, этот процесс… Прости. Прости, извини, я что-то увлекся. Тебе, наверное, про это не интересно совсем? Рада, что ты заметил. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Давно пора? Слушай, может, водички, а? Ой! Прости. Прости, давай, я вытру. Не надо. Я, наверное, домой пойду. Ир, ты извини. Давай, я тебя отвезу, хорошо? Не надо, Денис, спасибо. Я как-нибудь сама. Еще не хватало, чтобы ты меня дверью напоследок прищемил. Тоже. Так? Еще тоже, Андрей Евгеньевич. Вот так. Извини, мне пора. Главное проследи, чтобы водки хватило. Уже распорядился. Да. И это… Чтобы музыка была такая… Атмосферная. Заказал. Вот, хорошо. Юрий Николаевич, а может… Бог с Соколовой, а? Зачем он такие хлопоты? Запомни, Олежек. Магрову еще никто не отказал, так что потом не пожалеть об этом. Ясно? Новость слышали? Какую? Корпоратив сегодня. Отлично. А почему сегодня? Я не знаю. Сказали сегодня вечером. И еще сказали. Маня сидит дома. Чего? Ну, это значит никаких жен и подруг. Только свои. Опа! Как хорошо, что вы нас пригласили. У вас, конечно, намного лучше. Не за что. Ну, давай. Показывай, что ты разучил. Миша очень хочет вас удивить. Он никогда раньше не улыбался. Ему намного лучше. Благодаря вам. Да нет, это не я. Он сам большой молодец. Как хорошо, что вы все-таки не уехали. Передумали? Угу. Муж на работе повышение получил. Да вы что? Угу. Поздравляю. А где работает ваш муж? Молочный комбинат у Багрова. Миша. 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 Тише, тише, тише. Все хорошо. Пойдем. Что, я что-то не то сказала? Ну, почему? Просто Миша плохо. Багров очень опасный человек. Держитесь от него подальше. Идем. 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 Приглашаем. Да? Идем. Попал. Попал наш начальник. Попомни. Душный здесь, правда? Угу. У вас голова не кружится? Немножко. Может, тогда на улицу пойдем? На воздух? Можно. Да? Можно. Пойдемте. Что мы тут делаем? О, проснулся. Ага. Как корпоратив? Не надо спрашивать. Пап! Сынок, пожалуйста, не надо кричать. Что такое корпоратив? Малыш, посмотри на папу, поймешь. Ах... Рассольчику? У-у-у. Ах... Вижу, вы вчера повеселились на Славу. Ах... Ну так. Рассказывай, что было? Да ну что было, все как обычно, господи. Знаешь, я где-то читала, что после корпоративов повышается рождаемость. Вера, ну прекрати всякие глупости говорить. А что ты? Приятного аппетита. Спасибо. Слушайте, я что-то не хочу есть. Андрюш, что с тобой? Что? Голова болит? Нет, идти надо. Извините. Марина, зайдите, пожалуйста. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сядьте. 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 В общем, после того, что между нами произошло... Ну? Я слушаю. Вы должны уволиться. Что? Я нашел для вас новое место работы. Прошу вас написать заявление. Нет. Иди. Марин. Нет. Марин. После того, что между нами произошло, мы не можем работать вместе. Подожди, не прогоняй меня. Марина. Не прогоняй меня, пожалуйста. Все. Решено. Коллеги, наша школа единственная музыкальная школа в городе. Просто нельзя допустить, чтобы ее закрыли. Ну и что же делать? Я не знаю. Ну, давайте, давайте стучаться во все двери. Давайте писать в газеты. Давайте, ну, в конце концов. Аркадий Семенович, давайте обратимся в министерство. Ну, вы же директор. Никуда не надо обращаться. Поверьте, будет только хуже. Ну, куда хуже-то? Дети остались без музыки. А может, там наверху передумают, и мы зря только шум поднимаем. Давайте расходиться. Ну, вот как? Как с ними? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, Андрюх. Хотя она сегодня вообще не добрая. А что случилось? Новый заквасочник. Не комплект. Отсутствует предохранительный клапан. Надо рекламацию писать. Так, давай мне документы, я разберусь. Не-не, давай, я все оформлю сам и спокойно отдам Марине, хорошо? Лучше мне. Зачем тебе возиться с документами? Этим должен заниматься секретарша. Кстати, где она? Нет ее. Что, она заболела? Уволилась. Не понял, а что так быстро? Слушай, ну сказала по личным обстоятельствам. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да? Алло. Что? Я еду. Что случилось? Да неважно. Андрей! Так. Мягче. Мягче. Нет, посмотри, ну вот здесь. Что ты как гвозди забиваешь? Поняла? Мягче. Да. Вот, уже лучше. А я еду на конкурсы. Поздравляю. Молодец. Вот видишь, чудеса случаются, главное только верить. И... Вот. Умница. Продолжай. Алло. Алло, Соколова Вера Борисовна? Да, это я. Андрей. Марин, а зачем ты это сделала? Я знаю, это выглядит... глупо и неправдоподобно. Но я... Но я люблю тебя, Андрей. И... Я жить без тебя не могу. Подойди, пожалуйста. Пожалуйста. Андрей, пожалуйста. Андрей, пожалуйста. Присядь. Я умоляю тебя, присядь. Вера! Вера! Андрей! Андрей, не уходи, Андрей! Андрей! Вера. Уходи. Вера. Не трогай меня. Вера, у меня с ней ничего не было. Ничего. Тогда что ты там делал? Послушай, Марина меня влюбилась. Я ей сразу сказал, что я жената. Она взяла, перерезала себе вены. Я... Ну, я пришел просто ее успокоить. А она вот так и... Правда? Ну, конечно, правда. А мне позвонили, сказали. В больнице, реанимация. Я подумала, что... Подумала, что с тобой что-то. Подожди, как позвонил? А кто позвонил? Не знаю. Слушай, похоже, как будто кто-то подстроил. Соголовок. Кому ты нужен, кроме меня? Тебе нужен? Очень. Ребят, а не махнуть ли нам на природу, а? Иначе зачем придумали выходные? На рыбалку. Угу. О! Устроим пикнику. Угу. Я пойду соберу рюкзак. А я пойду соберу удочки. Да. ЗВОНОК. 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 Иду. Что вам надо? Поговорить с Андреем. Его нет. Укладайте. Ты же все видела. Неужели ты ничего не поняла? Мне Андруша все рассказал. Я вам сочувствую. И прошу, оставьте моего мужа в покое. Это страсть. Мы с Андрушей любим друг друга. Мы занимались этим повсюду. Ну, кроме твоей постели пока. Да вы сумасшедшая. А хочешь? Я опишу тебе все его родинки. Или лучше покажу фотографии. Убирайся! ЗВОНОК. 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 О, нашел лодочку. Какая-то запутанная вся. С моей мандрешенькой, значит. Чего? Везде, кроме твоей, то есть, моей кровати. Я с Мариной разговаривала. Проходите. Эта комната, конечно, небольшая, зато дешевая. А для мальчика у меня раскладушка есть. Нам подходит, Аглая Валентиновна. Ну, отлично. Чаю хотите? Спасибо. Угощу. Но печенье, сушки, баранки за свой счет. Хорошо. Располагайтесь. Давай. Мне здесь не нравится. Я домой хочу. К папе. Мы сейчас не можем домой, малыш. Почему? Мы с папой поссорились. Помиритесь. Хорошо. Позже. Когда? Чуть-чуть попозже. Когда? Так, ты посиди здесь. Я пойду помогу Аглая Валентиновне и приду. Алло. Алло, сынок. Как вы? Плохо. Когда ты помиришь с мамой? Скоро. Я очень постараюсь. Давай поскорее. Я домой хочу. Кирилл, ты можешь мне сейчас смс-ка выслать адрес, где вы сейчас находитесь? Ладно. Ага. Давай. Пока. ТЕЛЕФОНС mandar ТЕЛЕФОН 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 Ё-моё. Ты чего припёрлась? Ты стал ещё галантнее. ТЕЛЕФОН Давай по делу. Пришла отдать ключи от дома. Ну что, молодец. Хорошую повод нашла. Юр. Я не могу без тебя. Давай сразу уточним. Без моих денег ты не можешь. Да ты зациклена на своих деньгах. А ты нет. Я люблю тебя. Слушай, давай, вали отсюда. Ребята, заходите, заходите. Девушка уже уходит. Проходи. Давай, давай. По холодку пока не замело. Давай. Здрасте. Здравствуйте. Ну что ж, я сделала все, как договаривались. Ну, молодца. Спасибо. Ну, молодца. Как все было. Только не торопись. Я хочу знать в подробностях. Ну что ж, охота была интересной. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я открою. Угу. Вера, это я. Прости меня, пожалуйста. Мирочка, прости меня. Я просто не знаю, как себя вести. Я не знаю, что мне делать. Сейчас. Да, я помогу, я помогу. Я помогу, я помогу. Да, я помогу. Вот и все. Прости меня. Здесь Кирилл будет спать, ему будет неудобно. А, неудобно. Вера. Спасибо. Вера. До свидания. Если вам что-нибудь понадобится, все что угодно. Я всегда рядом. Мама, вы помирились? Мама. Сколько раз повторять? Никогда не включай, приди пылесос. Никогда вы так не говорили. А теперь говорю. И на будущее запомни, если мозгов хватит. А не хватит, уволят к чертовой матери. Я поняла. Поняла она. Где ты ходишь? Что так долго? Я узнал, куда она переехала. Узнал, молодец. Меня называй ее она. У нее есть имя. А она мне нравится. Я узнал, куда переехала Вера Борисовна Соколова. Ладно. Поехали. Да иду я. Иду. Я ж не мотылек. И под дверями не сижу. Ой. Это к тебе. Следующий раз сама открывай. У меня поясница болит. Я не швейцар. Здравствуй, Вера. Вы за мной следите? Я... Помочь хочу. Дим. Это место не для тебя. У меня большой дом. Если бы ты только захотела. У вас деньги остались? Сколько угодно. Отлично. Заплатите Аглайе Валентиновне, она вам покажет дорогу на выход. Не надо так со мной. Тогда я сама. Прямо по коридору и налево. И осторожней, головой не ударьтесь. Там таз для варенья висит. Вера, послушай меня. Мне неинтересно. Ну, неужели непонятно? Вы мне просто противны. Ты. Что? Ага. Да. Ты. 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 Ты чего лыбишься? Ключи давай! Валя отсюда, я сам поведу! Тварь! А музыкальная школа скоро закроется. Да в позже раз сгорит! А Вера Брюсина работает в этой школе. Поехали! Да! Аркадий Семенович, вызывали? Да, заходи, пожалуйста, присаживайся. Есть способ сохранять школу. Да? Прекрасно! Ко мне приезжал Багров. Он дает деньги на год вперед. А глядишь, там все изменится. И что он хочет взамен? Хочет. Чтоб я вас уволил немедленно. Но я не хочу этого делать. Аркадий Семенович, но ведь школа важнее. Вера, простите меня. Вы только сейчас не говорите никому. У ребят конкурс. Это может их расстроить. В автобус. Побыстрее, пожалуйста. Не волнуйся, я за всеми прослежу. Спасибо. Почему вы не с нами? Я в следующий раз. Я спросила у мамы, кто дал деньги, чтобы я поехала на конкурс? Она не знает. Это вы? Не, я тоже не знаю. Послушай меня. Самое главное перед выступлением настройся. Сконцентрируйся. Катя, Катя, пора. Пойдем. Пойдем, Катя, пойдем. Я выиграю. Я обязательно выиграю. Обещаю. Катя, ну давай, Витрия. До свидания. Простите, вы Вера? Да. Мне нужно с вами поговорить. Зачем меня вызывали? Что случилось? Это я попросила. Подойди, сынок. Что такое? Я же на работе. Да вечера нельзя подождать. Прощаться хочу. Мам, опять ты за свое, а? Мама. Мама. Скорую! Скорую скорее вызывайте! Мам. Не надо, сынок, скорую. Побудь со мной. Мам, все будет хорошо. Все и так хорошо. Мам. Я счастлива. У меня прекрасный сын. И ты. Будь счастлива. Нет, мам. Мама. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok